Всем привет! В этом видео я вас научу как сделать двухцветную контурную кисть для Procreate в двух вариантах. Первая будет с перекрытием, а вторая сливающаяся. Сначала сделаем первую кисть, а потом из нее сделаем вторую. Дублируем стандартную кисточку Monoline из набора каллиграфия. Эти настройки я буду показывать по порядку. Сначала уменьшаем интервалы, ставим пятерку. Далее стабилизация, величина 30. Сужение. Убираем все настройки сужения и размеры, и все кончики. Не забываем все пункты отключить. Настройки формы так и оставляем. Единственное, внизу можно переключить фильтрацию формы, поставить без фильтрации. В настройках зерна также все убираем. Движения, масштаб, увеличение, глубина, колебания, сдвига. Фильтрация зерна так и остается, улучшена фильтрация. Рендеринг. Изменяем режим рендеринга на однообразное покрытие. Влажность, тягу убираем, максимальное размытие. Динамика цвета, перематываем на пункт колебания цвета штриха, дополнительный цвет максимум. Цвет нажим, дополнительный цвет максимум. Цвет наклон, насыщенность минус 100, яркость минус 100. Далее, Apple Pencil настройки, наклон 9% меняем. И свойства. Свойства кисти просмотр 5, растушевка 75, поведение кисти. Ставим максимальный размер 100%, минимальный размер 4%, максимальная непрозрачность, минимальная непрозрачность на максимумах. Далее, чтобы скомбинировать кисти, нам нужно сделать второй дубликат. В этой дублированной кисти мы меняем свойства, максимальный размер 265, и минимальная непрозрачность убираем нет. Далее щелкаем сначала монолайн 1, потом дублированную и нажимаем комбинировать. И готово. Вот что у нас получилось. Для некоторых рисунков этот эффект очень даже к месту. Ну, например, когда мы делаем надпись какую-то этой кистью, нам хочется, чтобы кисть целевалась, не было этих перекрестков на них. Ну и переходим к главному, делаем вторую кисть на основе первой. Снова открываем настройки кисти. Раздел брендеринг, смешение, обожженные края ставим на максимум. Режим обожженных краев пытаемся нажать, но у нас ничего не выходит. Оказывается, надо повернуть планшет в вертикальное положение, и тогда настройка видна. Меняем умножение на подложку. Вот чего я долго искала. Режим наложения оставляем обычный. Итак, пробуем, что у нас получилось. Все отлично, все работает, никаких перекрестков. Можно рисовать все, что пришло в голову с таким эффектом. Напоминаю, что эту кисточку вы можете скачать у меня по ссылочке под этим видео. Спасибо за просмотр. Всем пока, люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok